Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Зачем распятым вместе со Христом переламывали ноги? В Евангелии от Иоанна рассказывается. Не от потери крови, а от удушья. Мы по себе знаем, что, допустим, мы нырнули в воду. На какое-то время хватает воздуха. Потом, когда он закончится, мы все равно вдохнем эту воду. Мы можем так утонуть. Человек так устроен. Он из последних сил будет вдыхать воздух. Это такой рефлекс. Когда человек висит на пробитых квадратными коваными гвоздями руках, самая страшная мука распятия в том, что он на этих руках поднимается, чтобы вдохнуть, чтобы ослабить давление на грудную клетку. Потому что в состоянии вот этого страшного виса он не может разжать легкими грудную клетку для того, чтобы освободить место для воздуха. Он не может вдохнуть воздухом. И вот человек до самой последней капли своих сил, он продолжает сам себя, получается, мучить, представить себе, что такое на пробитых руках каждый раз подниматься. Для того, чтобы эта пытка проходила еще дольше, иногда и более чем сутки мучились люди на кресте. И поэтому Тацит говорит, что не придумало человечество более мучительной казни, чем распятие. И именно поэтому римские граждане не могли быть ни за какое преступление казнены этой казнью. Поэтому Петра распяли, а Павла, как римского гражданина апостола, его усекли мечом, отрубили ему голову. Так вот, для того, чтобы эта пытка продолжалась дальше, под ногу или под ноги распятого человека устанавливали еще такую косую дощечку, и к которой прибывали ноги человека, для того, чтобы он еще ногами мог себе помогать. И тогда эта пытка продолжалась значительно дольше. Но все равно человек мучительно умирал. И вот если надо было закончить эту пытку, а человек на кресте был достаточно высоко, то воин, который выполнял обязанности палача, он подходил и перерубал ноги. Человек сразу вис только на руках и достаточно, во-первых, умирал от потери крови, потому что сразу лилась кровь из перерубленных ног, а во-вторых, он сразу задыхался. И оба разбойника, распятые по правую и по левую сторону от Христа, они были достаточно сильные люди, но самое главное, они не претерпели тех пыток и издевательств и бессонных ночей, которые претерпел Господь наш Иисус Христос перед распятием. Поэтому они были еще живы, им перерубили голени. А Христу не понадобилось этого делать, потому что он уже умер. Поскольку Иосиф просил снять и отдать ему у Пилата тело Господа, то Пилат должен убедиться, что приговор приведен в исполнение. Поэтому вот он отправил воина, чтобы он убедился в этом. Воин подошел и убедился. Ударил Христа на кресте уже умершего тела, ударил копьем под правое ребро. Почему под правое ребро? Потому что он, видимо, считается, что тренировал такой удар копьем, знаменитый римский, когда левая часть противника закрыта щитом. Для того, чтобы попасть в область сердца, надо извернуться и копьем ударить через другую часть грудной клетки. И вот, видимо, он тренировал этот удар. И поскольку вышла кровь и вода, вот эта сукровица в околосердечной сумке, что это засвидетельствовало, что Христос уже мертв. Ему не понадобилось перебивать голени. И апостол говорит, что так исполнилось пророчество Ветхозаветное о том, что кость его не сокрушится, которое христиане, мы христиане всегда относим к распятию Христову. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok